Воспитанников Центра Веда с праздником поздравили представители администрации Московского района Бреста. Ее глава Вячеслав Дашкевич отметил, посильную помощь учреждению местная власть оказывает постоянно. Однако, ко дню защиты детей для воспитанников Центра, которых в настоящее время без малого 70 человек, были подготовлены специальные подарки. Сегодня день защиты детей и визит в это учреждение наше. Он может быть даже символический в этот день, потому что мы с этими детьми и вообще с детьми занимаемся постоянно, на постоянной основе и ежедневной своей работе. Сегодняшний визит это просто уже дань празднику, что мы посещаем, посмотрим, еще тут детки подготовились с концертами. К сожалению, детей таких много и нужно им оказывать помощь, поддерживать со стороны государства. Поэтому делаем все, что можем и я думаю, что у нас немножко это получается. 1 июня принимали гостей и дети, которые находятся в социально-педагогическом центре. В числе посетителей представители Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси. На деньги, собранные силами личного состава, следователи приобрели для ребят сладкие угощения и канцелярские принадлежности. Мы не можем оставаться безучастными, это все в судьбах этих детей, так как данный интернат, именно помещаются дети неблагополучных семей. А работа наша непосредственно связана с этими детьми, принятие участия в их воспитании. В этот замечательный день мне хотелось бы на самом деле всех этих детей поздравить с этим замечательным праздником. От всей души от Брестского межрайонного отдела мы поздравляем, желаем им самое главное крепкого здоровья, чтобы они были счастливы в своем детстве. Необычно к празднованию Дня защиты детей подошли почтовики. В парке 1 мая они развернули детскую площадку. Желающие могли здесь и рисунок на конкурс нарисовать, и красивую фотографию сделать, и участие в благотворительной акции принять. Девиз последний – твори добро на всей земле. Инициативе уже не один год. Ее основная цель – помочь детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Каждый желающий может оформить подписку в адрес детей из домов семейного типа, домов малообеспеченных семей. В рамках данной акции у нас есть ладошки символические, на которых указаны имена детей и возраст ребенка. И каждый желающий может оформить подписку на журналы, раскраски, детские издания, развивающие издания. Тем самым сотворить чуть-чуть добра и подарить это добро тем, которые сегодня нуждаются в нашей заботе, в нашей поддержке, в нашем внимании. К слову, присоединиться к марафону добра, организованному Белпочтой, можно не только в празднике. Подписку для детей желающие могут оформить в любом отделении почтовой связи в любое удобное время. Возможностью такой с начала акции уже воспользовались тысячи белорусов. И организаторы уверены, что это еще не предел. У нас установлены короба, можно оформить подписку, можно купить издание по выбору желающие и оставить его в отделении почтовой связи. Наши волонтеры передают данные издания уже в детские дома. Мы очень рады хотя бы таким образом помочь деткам, которые лишены материнской ласки, материнского тепла, чтобы чуть-чуть раскрасить их скучную жизнь. Мы считаем эту акцию полезной и важной, потому что это есть дополнительная возможность оказать поддержку детям, которые не имеют такой возможности сегодня купить себе журнал. Это частичка добра, которая делает добрее и нас. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.